У меня астма, у меня сердечная недостаточность, дышать нечем. Я не могу открыть балкон от машин, но невозможно от них дышать. Корень зла – парковка у дома. Обустроили ее два года назад. Местные жители долго добивались ответа на вопрос, кто ее создатель. Прокуратура Октябрьского района внесла ясность – парковочные знаки установлены по поручению комитета по благоустройству краевой столицы. Причем, как пишет ведомство, с явными нарушениями. От дома по нормам должно быть минимум 15 метров. А у нас от стены дома, вот здесь, 8 метров. Можете себе представить? И люди дышат, окошко не открывают, они постоянно дышат. Когда строили эту парковку, у людей забрали часть тротуара. Вместо 4 метров осталось всего 1,80 метра. Но это еще полбеды. Когда на тротуар заезжают машины, у людей остается всего 1,30 метра. И тогда жителям ничего не остается, как вспомнить детскую игру «Паровозик» и идти вдоль улицы гуськом. Вот там заканчивался тротуар. Его сократили нам, и получился у нас не тротуар, а дорожка велосипедная. По словам местных жителей, парковкой даже не они пользуются, а многочисленные сотрудники здания напротив. Для удобства сотрудников, по словам местных жителей, даже установили знак пешеходного перехода, чтобы припарковавшись, люди, спокойно, не нарушая правил ПДД, шли к своим рабочим местам. Его никогда здесь не было. Буквально он появился вот две недели назад. И все для удобства. Вон там знак перехода стоит, на перекрестке. Можно им воспользоваться, но однако все-таки все для удобства. Кстати, вопрос экологии и узкопешеходной зоны – еще не все проблемы парковочной зоны. Из-за нее жильцы пятиэтажки вынуждены скидываться на ремонт авто, если то в случае стихии пострадало от падения дерева. Прецеденты уже были. В прошлом году жильцам пришлось отдать 150 тысяч на ремонт чужой машины, а не своей пятиэтажки. В этом году история, скорее всего, повторится, уверены люди. Сейчас машина более дорогостоящая. Сейчас нам уже более 300 тысяч грозит возмещение ущерба. Упала ветка с нашего дерева. Был ураган, и ветка обломилась тополями. Это хрупкие деревья. И упала как раз на парковку, которую дорожные службы сделали неправомерной. Деньги будут сняты по суду, говорят представители УК, скорее всего, со счета, на который стекаются средства на текущее содержание дома. Почему обычные люди, которые даже не пользуются парковкой, вынуждены отдавать деньги в карман чужим людям, да еще и терпеть массу неудобств? Официальный запрос с этими вопросами мы направили ответственным лицам в Комитет по дорожному хозяйству. Как только будут даны разъяснения, продолжим тему. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.